Здравствуйте, уважаемые зрители. В Кыргызстане последние 20 лет проводятся знаменитые, я бы сказала, исследования Международного республиканского института, который говорит о том, какое настроение у общества Кыргызстана, кто из политиков сегодня популярно, какие проблемы волнует народ и на что обращает внимание во время выборов каким-то кандидатам, которые идут на эти выборы. И для обсуждения этих исследований о том, как они проводятся, сколько они проводятся и что эти результаты говорят нам, сегодня у нас в гостях Раса Алиша Ускене, аналитик, сатолог в организации в области общественного мнения и маркетинговых исследований Baltic Service, Галаб. Раса, добрый день. Сначала я хочу задать вопрос про само исследование, о том, сколько уже проводится в Кыргызстане, как опрашиваются люди, как выбираются люди, потому что я уверена, люди, которые слышат про исследование, они говорят, так меня никогда не опрашивали, а почему они говорят, что в Кыргызстане такие проблемы или кто-то популярен. Да, добрый день. То, что вы только что сказали, это самые популярные комментарии, ответы. У меня не спросили. Мы в Кыргызстане работаем с Международным республиканским институтом более 20 лет, но проводятся и другие исследования. Если Международный республиканский институт примерно два раза в год опрашивают кыргызстанцев, то еще дополнительно идет с 2016 года так называемый Галаб Волтпол или мировое исследование Галаба, где вообще участвуют жители 130 или более стран. В принципе, все почти мировое сообщество. И ряд других исследований. И я бы сказала, что вот, наверное, как вы комплимент, но из ваших соседей, из стран Центральной Азии, Кыргызстан, самая развитая страна, по вопросу опросов жителей больше всего и используется, результатов исследования и опрашиваются. И важно еще одно. Все-таки мир очень быстро меняется и все больше услуг или продуктов как бы переходят в цифровое пространство. А вот проводятся исследования и по интернету, и по телефону, но все-таки самые точные исследования, по-английски они называют face-to-face или личные интервью у людей дома, они наиболее сложные, они наиболее дорогие, наиболее требуют. И вот подготовленных людей, но вот как раз именно в Кыргызстане мы пользуемся этим методом, значит, не человек пишет куда-то или сообщает свое мнение, а наши интервьюеры, наши люди ходят по дымам и спрашивают у людей мнения по разным вопросам. Еще вот что важно, когда вы сказали, что а меня-то никогда не опросили, мы опрашиваем от 1000 до 1500 человек по Кыргызстану, кажется, мало, а что так мало? Ну, я напомню слушателям, которые, скептики, которые комментируют негативно, вы в поликлинику, когда идете сдавать кровь, у вас 5 литров, никто не отбирает, тоже берут капельку. Вот здесь именно та капелька общества, которая по-английски называется sample или по-русски выборка, это именно как бы пример, как бы маленькая модель общества. Но очень важно, что она по своим параметрам соответствовала именно параметрам общества, пропорционально, чтобы было, сколько вообще в республике живет женщин, какой процент, столько должно быть и среди опрошенных мужчин, по возрасту, в определях городов, сел, по областям. Значит, ну, как бы маленькая модель всего кыргызского общества. Это одна из самых важных, как бы, характеристик, потому что если будут сцепиники по отбору респондентов, будем спрашивать активистов, кто захочет ответить или, скажем, кто-то скажет, что мой сосед более образованный, спроси у него, нет, так, так не пойдет. Нам нужна, так называемая, случайная выборка, значит, чтобы каждый житель Кыргызстана имел бы одинаковую вероятность попасть в выборку. Конечно, это сложно, конечно, мы ходим не по одному разу в квартиры, потому что вот с вас перезарь найдешь дома. Думаю, очень редко, да. Если наш интервьюер уже пришел к вам домой и как раз по случайной выборке выпало, что вас надо просить, будем просить у родных, у знакомых, спрашивать, а где же нам найти перезарь. Чтобы все-таки ее спросить. И так мы ходим по три, иногда в некоторых исследованиях по пять раз, чтобы именно вот того человека, на котором случайно выпала как бы доля быть респондентом, а не тех, кто сидит дома, кто рад отвечать или кого легче всего поймать. Нет, вот состав опрошенных очень важен. Значит, когда вы опрашиваете капитанцев, это вот длится 20 лет, да, если говорить о исследованиях самих Айрай, которые показывают разные аспекты жизни. Как вы думаете, какие показатели остаются незаменимыми или не меняются в течение вот этих 20 лет в кыргызском обществе? А еще важно отметить, что мы каждый раз опрашиваем других людей, это не те же самые люди участвуют в вопросе, потому что, ну, начинаем с другой точки города или села, или села меняются, это тоже важно. Есть вообще в мировой социологии в вопросах такие вечные как бы показатели, которые очень важны для отслеживания вообще динамики настроений и для того, чтобы можно было посмотреть, что с годами в обществе меняется, какие настроения меняются. Можно оценить эффективность, допустим, проводимой политики и каких-то мировых событий, такие вещи, которые показывают более ценности людей или такие, ну, устойчивые какие-то установки. Есть, конечно, вопросы, которые зависят от ситуации, что-то случилось, важно спросить быстро, чтобы узнать, какая реакция у людей на те или иные события. Вот из этих вечных или много лет, более ста лет используют показатели, особенно доктором Галлопом, вопросы о том, как люди считают, что вообще страна развивается в правильном или неправильном направлении, как люди чувствуют себя в экономической сфере, как они оценивают финансовое положение своей семьи, допустим, какие надежды на будущее. И вечный вопрос, а все-таки какие проблемы, люди называют основными для жизни страны, для своей семьи, для своего города или села. Это как бы такие постоянные. И мы следим за динамикой ответов в этом русле уже более 20 лет. Если говорить про проблемы кыргызстанцев, как-то они менялись. Ну, из того, что я вижу, ну, последние, наверное, 10 лет я читаю результаты этих исследований, то, что там доступно для общества, я читаю. И, в принципе, одни и те же проблемы как будто все время повторяются. Безработица, там, дорога, инфраструктура, вода. Иногда там в каких-то годах, когда была, например, очень важная компания, антикоррупционная компания была, коррупция как-то вылезла в первую тройку. Я помню, это 19-е, 20-е годы. Как вы понимаете, меняется? Можно сказать так, что этот вопрос про основные проблемы как в стране, как в семье или как на местном уровне в городе, они вообще довольно универсальны. Во многих частях, если вы посмотрите вот отчет, так как люди на этот вопрос отвечают своими словами. Мы им не даем никакого списка, мы просим подумайте и назовите три самые важные проблемы. Да, вот и то, что первые люди называют, значит, это самое актуальное. Может быть, что есть и какие-то другие важные проблемы, но они не вылезают как-то на первые места. Если ты напрямую спросишь водоснабжение или электричество, да, люди скажут, что это очень важно, но не приоритет. Вот приоритет как раз получается рабочие места, даже не безработица, но рабочие места в широком смысле. Хорошо оплачиваемые, стабильные, не только, не лишь бы какая-то уровень проживания, цены, уровень доходов и все социальные проблемы. Вот эти проблемы вечные. Самое смешное, что если бы взяли график, в котором эти цифры отражены, и не поставить название страны, было бы в Японии, Малайзии, Кыргызстане, Германии, Франции и даже в Штатах, вы бы увидели похожую картину. Но бывает, как вы упомянули, если проходит какая-то очень активная кампания в СМИ, допустим, антикоррупционная, или в стране какие-нибудь политические потрясения, или, не дай Боже, землетрясения, или какие-то экологические вещи, тогда может быть что-то новое среди вот этих проблем появится. Но это мы называем как бы ситуационные такие изменения. Они приходят и уходят, и вот рабочие места, цену и уровень жизни остается надолго, и мало меняется. Может местами немножко меняться. Но совершенно понятно, и даже банально, можно повторить, что все люди во всех странах мира хотят жить лучше, хотят жить хорошо, жить лучше и иметь стабильность. Поэтому вот именно они называют эти проблемы самыми важными. Просто исследования нужны для того, чтобы мы могли видеть процентом соотношений, в цифрах, насколько эти проблемы важны, и как они друг с другом коррелируют. Это на уровне страны, когда мы спрашиваем проблемы Кыргызстана. Также, когда мы спрашиваем, допустим, для вашей семьи какие основные проблемы, там будет еще здоровье, здравоохранение. И вот что в Кыргызстане часто, более часто, чем европейских, скажем, странных, люди упоминают, это образование, качество образования, доступность, потому что образование является большой ценностью для кыргызстанцев. Ну, раз уж мы начали говорить про особенности, когда вот вы уже видите общую картину, когда все исследования выходят, что отличает Кыргызстан, может быть, даже от соседних стран, от мирового сообщества по результатам этих исследований? И какие есть отличия? Ну, одно, что с одной стороны хорошо, с другой стороны, немножко иногда бывает опасно, если у людей очень большие ожидания насчет, скажем, изменений и форм данной будущего. Конечно, хорошо, что люди оптимисты ожидают, и сейчас, вот если мы смотрим последние цифры, что в этом году тоже кыргызстанцы оценивали и направление страны, изменения и экономическое развитие позитивно, намного более позитивнее, чем, скажем, европейские страны сейчас, позитивнее, чем соседи. С другой стороны, и ожидания вот на следующий год, говоря об экономическом развитии, тоже высоки, более 6 из 10 человек думают, что ситуация еще будет улучшаться. И здесь хорошо, почему? Потому что если люди верят, что ситуация будет лучше, что будут возможности раздвигаться, они сами прилагают усилия этому, потому что экономика с психологией очень сильно связана. Если ты веришь, что контекст и условия будут хороши, ты будешь сам стараться, и ты и воплотишь эту свою мечту, поможешь экономике развиваться. Если же в странах, в которых люди пессимисты думают, что все-таки надо ожидать ухудшений, или что не будет стабильности, они сами не прилагают усилий, они и не тратят денег, и пытаются как-то подготовиться к худшему временам, и из-за того экономика тоже стагнирует. Поэтому вот в этом смысле оптимизм укрепостанцев, конечно, для экономики, для развития страны очень хороший, но если он слишком уже завышен, если мы ожидаем пятилетку за три года, как говорили когда-то, тогда может наступить такое немножко и уныние, разочарование, если ты слишком многого ждал, там, не знаю, рост зарплат в 50% или чего-нибудь похожего, и это не наступило, тогда наступает как бы разочарование. Поэтому это немножко иногда и совет политикам мы работаем, но во многих странах, что не обещать того, чего невозможно достигнуть, быть реалистами, чтобы не создавать у людей таких невыполнимых каких-то надежд, чтобы потом вот не было именно такого разочарования, чтобы говорить с людьми, и в основном и рационально, потому что, опять же, есть несколько способов общения с обществом, но мне ближе к сердцу тот, когда и управленцы, и чиновники, и политики, особенно во время выборов, любят наобещать многого. Вот когда они говорят со своими избирателями, с людьми, имея в виду, что люди умные, и они лучше, чем сами политики, знают, что для них хорошо, им надо помогать достичь этого хорошего, а не решать за них. Поэтому вот время выборов во всех странах, оно такое, немножко как бы, как мы говорим в Европе, рождественские праздники и Дед Мороз ходят, поэтому вот как-то этого надо избегать. А в реальности, вот то, что я говорила, что оптимисты Кыргызстан, занимают ситуацию хорошо сейчас и надеются еще на лучшее в будущем. Другое, чем отличается Кыргызстан, это ценность, как я уже говорила, образования, что от малого до старого образование намного больше, чем в старых странах Европы. Это и есть отличие, и тут тоже, наверное, позитивное отличие. Что немножко отличало, скажем, 3-4 года назад, или даже больше, что в Кыргызстане, что вот сейчас немножко уменьшается, это такой вопрос, насколько то, что происходит в стране, зависит от вас лично, да? Вот насколько человек чувствует себя членом гражданского общества и что его голос важен во всех вопросах. Раньше в Кыргызстане большинство говорило, что да, что он чувствует, что его голос важен, сейчас немножко меньше, чем вы. Вам, наверное, виднее почему, или просто люди себя лучше чувствуют и как бы занимаются больше бытовыми делами и повседневной жизнью, чем участвуют в таких общественных процессах, или всё-таки, может быть, меньше возможностей, этого я не могу ответить, почему я вижу, просто посыплю. Что ещё, что всё-таки очень важным остаётся вопросом родственной связи и особенно такая ячейка, как семья, и поэтому вот в Кыргызстане наряду с некоторыми странами, скажем, бывшего союза, ну как Армения, допустим, выделяется тем, что установки отношений, взгляд на мир молодых людей и более пожилых, он не очень сильно отличается. Он отличается, потому что молодёжь живёт своей жизнью, в виде возраста более пожилой своей, но мировое зрение не кардинально отличается. Допустим, в некоторых других странах и европейских странах тут уже между поколениями больше различий и как бы немножко параллельной мирой иногда получается. В Кыргызстане нет всё-таки больше, наверное, региональных отличий людей на юге, на севере, в более маленьких областях. Они отличаются больше друг от друга, чем люди разных поколений в той же области или в тех же регионах. Семья Кыргызстана состоится очень важным показателем Кыргызстана. А вот вы говорили о том, что кыргызстанцы более оптимистично смотрят на будущее и ожидания есть, и нынешние свои положения говорят, что они хорошо оценивают, если коротко сказать. Как вы думаете, насколько это имеет отношение к реальности? Потому что иногда даже, когда происходит какой-то экономический коллапс, и там всё рушится и всё такое, люди оценивают, да, хорошо. Это насколько личные какие-то финансовые, экономические проблемы отражаются в том, как они оценивают общую страновую ситуацию. Знаете, здесь очень интересный вопрос, и он особенно интересен за последние, я бы сказала, ну, четыре, наверное, сейчас уже года. Вообще опрос показывает субъективные оценки людей. Объективность опроса в том, что это сумма субъективных оценок, она показывает именно, он как бы даёт фотку, фотографию настроения общества в данный момент, да, но оно складывается, конечно, из субъективных ощущений, и что для одного хорошо, для другого может быть плохо, поэтому это отношение, вот живу ли я материально, хорошо или плохо, очень зависит от многих факторов. Не всегда даже напрямую коррелирует с доходами или финансовым положением, больше с ожиданиями и со сравнением и с соседями, и с своей бывшей ситуацией. И вот что поменялось почти во всех странах, но в большинстве, в том числе в Кыргызстане, это с начала пандемии с коронавирусом очень сильно на эту оценку стала влиять как бы эмоциональная сторона и ожидания. Мы уже, наверное, начинаем немножко забывать, но в 2020 году, вот когда началась пандемия и все с ней связанные меры, ну, вначале был эмоциональный шок, несмотря в какой стране они жили, потому что люди в первый раз столкнулись с неизвестным, особенно в сфере здравоохранения, а это всегда страшно, это не что-то, чего ты пощупать не можешь, да, и в большинстве стран тоже была такая ракция, и нам говорили, и СМИ, и авторитеты международные, что все, большинство умрет, работы не будет, все закроется, конец света. И ожидания сразу сильно снизились, но казалось, как-то бы выжить. Прошло пару лет, выжили, и не так уж плохо, когда оказалось, что, ну да, было трудно, были там какие-то потери, но на личном благосостоянии большинства, я говорю, всех секторов, это сильно не отразилось, а кто-то еще, да, и заработал не будет, да. И вот как бы страхи, ожидания худшего, они не сбылись, а реальность оказалась не такой уж мрачной, как люди себе представляют. И говорю, это в большинстве стран, что-то было во всей СМИ, везде говорилось о неизвестности, возможно, их потери. Потом следующая статья, я с 22-го года, опять же, международная одна обстановка, война недалеко от всех нас. Опять же, непонятно, чего ждать, куда это приведет, и эмиграция, ну и все, и кыргызские эмигранты в других странах, вся эта тоже такая неспокойная обстановка, тоже влияет на страхи, на негативные эмоции людей. Но опять же, прошло уже больше двух лет, жизнь протекает. И поэтому во многих странах мы что видим, то как бы стандарты, ожидания, вот то, что человеку кажется хорошей жизнью, оно немножко поменялось. Раньше мы хотели и Феррари, и чтобы он был на электричестве, и электричество бесплатное, но это грубо говоря. А сейчас хватает и Мерседес, и на бензине, чтобы купить бензин. Поэтому вот завышенные какие-то оценки, то, что хорошо и плохо, они немножко сместились. Больше люди начинают обращать внимание именно на стабильность, предсказуемость, на то, чтобы не было каких-то больших потрясений. Больше избежание негативного, чем достижение чего-то очень позитивного. И поэтому эта оценка вот нынешней ситуации, она во многих странах улучшилась. Несмотря на то, что в некоторых странах объективные экономические показатели хуже, чем были пару лет назад, но самооценка людей стала лучше. Вот это очень важный фактор. Эмоции сейчас, эмоциональная оценка и сравнительная оценка стала важнее, чем она была 5-6 лет назад до понятия. Еще продолжая такую же тему, если говорят, в Кыргызстане, наверное, еще то, что отличает Кыргызстан от соседних стран или постсоветских некоторых стран, то, что у нас было несколько смен власти. И каждый раз, когда сменяется власть, у нас есть какой-то период, когда у нас есть эйфория, какое-то ожидание всего самого наилучшего, вот мы будем жить в мире, только хорошее будет случаться. И насколько вот такие перемены влияют на общественное мнение и насколько она длится, вот эта эйфория. Есть какие-то временные рамки, в котором люди ожидают чуда? Вы знаете, я не хочу вас огорчить, но вы в этом смысле не очень уникальны, просто в Кыргызстане такие перемены шли иногда таким путем сопровождаемым фунт, ну не путем выборов, а каким-то более-более, может быть, агрессивным путем, скажем так. Но есть страны, и много стран, в которых происходит то же самое. И во многих странах, когда происходит смена власти, можно сказать, путем выборов, но меняются партии, которые очень сильно различаются по своим экономическим взглядам или взглядам на роль правительства, на роль государства в экономике, в других сферах. Опять же ощущения такие же, что вот мы там 4 года тому назад избрали, скажем, партии или коалиции, а они там высказались за экономию средств и там не повышением налогов, но тогда пенсии не увеличивалась, индексация не шла, инфляция пошла, ой, нам они не нравятся. Через 4 года мы голосуем за более левых, социально ориентированных партий, которые сказали, да-да-да, мы вам повысим пенсии и заработную плату, но зато платите больше налогов, не налоги нам не нравятся, и опять заново. И так каждые 4 года. В этом смысле просто в Кыргызстане это менялось немножко другим путём и тем, что у вас чаще всего эти изменения происходили не из-за экономических и социальных каких-то вещей, а более связанных с личностями, политиков, коррупцией и какими-то более политическими, так скажем, вещами. Поэтому, несмотря на способ перемен, люди меняют именно своих лидеров или того, кого они избирают, из-за того, чтобы жить лучше. Не важно, каким способом. И тогда чаще всего мы видим около года очень высокие ожидания эуфории, а потом уже многое зависит от того, как себя показали новые лидеры или парламент, несмотря какая страна, какая форма правления. Там уже если вот завтра есть где-то как бы медовый месяц около года, если вот новые избранные или по-другому пришедшие в политике свои обещания выполняются, люди считают, что они выполняют, тогда как бы успокаиваются ситуации, и на какое-то время до других выборов уже люди оценивают более рациональные эти действия. Если, конечно, обещаний многое и они не исполняются, тогда грозит или внеочередные выборы там где-то по выборам, или какие-то другие события. Наверное, последний год особенное какое-то сильное обсуждение и то, чем постоянно апеллирует власти Кыргызстана во всех международных каких-то этих платформах, когда выходят, апеллирует перед медиа, когда говорят о каких-то проблемах, это то, что Кыргызстан в прошлом году показал максимально рекордную поддержку властей и его направления. Насколько я помню, это таким хорошим информационным поводом для властей Кыргызстана было, из-за этого там какие-то независимые или оппозиционные политики даже обвиняли организацию, которая делает эти исследования в том, что они с властями сговорились, чтобы их не закрыли. И очень много каких-то теорий было. Как Вы объясняете, почему именно сегодня, именно вот 23-й год, она показала такие показатели в Кыргызстане, что 84% поддерживает? Да, здесь важный вопрос. Во всех исследованиях, не только Международного или Спарканского института, и отдельных, мы спрашиваем у людей, что является основным источником информации, новостей для них в сфере политики, экономики, общественной жизни. И тут некоторые там когда-то говорили, что телевидение уже умирает, как бы некролог был слишком рано написан, потому что телевидение остается основным средством информации. Просто телевидение уже, меняется свой облик, это интернетное телевидение, онлайн, цифровое, классическое, но все-таки это телевидение. Радио тоже не умирает, хотя о нем тоже говорили, что оно как бы изживает себя, просто люди чаще слушают радио, когда заблел. Но мы видим в Кыргызстане еще не до конца, но это тоже догонит. Интернет-радио тоже набирает все больше и больше популярности, на местах работает, довольно в наушниках, удобно слушать, а там и новости. Ну плюс, конечно, интернет-сайт, социальные медиа. И тут мы видим в нынешнем мире, что те, кто особенные политики, институции государственные, все-все игроки, кто грамотно ведет свою информационную политику, и пиар, в хорошем смысле это слово, но кто часто участвует именно в передачах, и свой материал передает, тот более популярен часто, и он умеет, если грамотно это ведет, убеждать в своих цифрах, в своих посылах и большинство общества. Поэтому настолько, насколько я слежу, вот что в Кыргызстане проходит, я вижу, что власть нынешняя и многие-многие политики, они очень активны. Наверное, более активны, чем были раньше, и в соц. медиах, и вообще в медиах. А значит, новости, и чаще всего позитивные новости, достигают слушателей. Опять же, если мы говорим о ситуации в стране, о каких-то общих вещах, то основной источник – это медиа, потому что ты пощупать экономику не можешь, потому что ты можешь заглянуть к себе в карман и сказать, там больше денег, меньше денег, и ты за них, за свои доходы, можешь больше купить или меньше. Да, это человек уже оценивает на объективных цифрах, объективных банкнотах, в сумках. Когда мы говорим о развитии страны, о каких-то более нематериальных проектах, то мы судим, потому что мы слышим. А тут надо отдать уважение и должное, что здесь как раз службы информационные работают очень эффективно, чего раньше, правда, не хватало. Часто, не знаю, как министерство, опять же, со стороны не всегда ты хорошо видишь, но это тоже очень важно. С министрами, с другими, уже людьми, так сказать, руководящего состава, всегда вопрос остается, должны ли они много говорить о работе своих министерств или ведомств. Людьми тогда они как бы становятся уже политиками или они все-таки управленцы. И тут нет одного ответа. Одни смотрят так, другие так. Но вообще руководители страны, конечно, должны с народом общаться. Как они могут это делать, или лично, или через СМИ, оно не удивляет. Вот то, что эти показатели сейчас так высоки. У нас в Литве, по крайней мере, есть одна программа, которую мы делаем. Мы смотрим, идет мониторинг, постоянное освеживание, сколько упоминается какая-то институция или какой-то человек, политик в СМИ, допустим, за месяц. И мы с меня тоже постоянно рейтинг, постоянно доверие разным чиновникам, политикам, общественным деятелям, связь 0,8. Если тебя нет в СМИ, тебя нет в памяти людей. И люди по нынешней такой скоротечной, мозаичной жизни довольно быстро забывают какие-то события, какие-то даже, каких-то деятелей, если о них не напоминают постоянно. Поэтому правила игры такие. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Наверное, один из еще важных вопросов для кыргызстанцев, с которыми я хотела бы закончить это интервью, про то, как складывается именно рейтинг политиков, на который мы чаще всего ссылаемся, потому что это Международный Республиканский Институт, это один из, наверное, единственный институт, который вот в таком политическом ключе проводит исследование с помощью УЭСа. Если говорить о том, что у нас последний там Цадорджепар в первое место, Камчубекта Шейф в второе место и Нурджигитка Трубеков в третье место, как вообще складывается? Люди сами ли говорят это? И есть ли вообще, у меня еще свой вопрос, есть ли страны, в котором те политики, которые не владеют властью, как-то попадают в первую хотя бы тройку? Да, тут, говоря о методах и смирении, тут есть несколько методов. И Международный Республиканский Институт тоже пользуется двумя. Первый метод, когда спрашиваешь у людей так называемый открытый или спонтатный вопрос, не давая никакого списка, спросить, кому из политических деятелей вы доверяете больше всего. И люди называют фамилии. Тут формулировка может быть разная в разных странах. Мы спрашиваем или политические деятели, или политиков и общественных деятелей, не обязательно, которые занимают какие-то места. И такое, такое. И тут уже подсказки нету, тут люди называют тех, кого они запоминают лучше всего. Тут как бы немножко выражение такой любви получается, потому что здесь негатива, нету, здесь только позитива. Но здесь тоже довольно большая связь и с видимостью. Чаще называют, два фактора играют, занимаемые должности, потому что чаще всего называют все-таки президентов, премьер-министров, других ведущих политиков, во всех странах. Чаще всего они называются из-за своей видимости, из-за своей позиции, и тех, кто может быть, как вы говорили, человек, который не занимает каких-то важных должностей, но который очень активен, может быть, даже блогер, который очень активен именно по социальным и политическим вопросам. Есть такое. Допустим, опять же, если говорить о Рейтойс, откуда я, у нас на втором-третьем месте журналист, который именно занимается расследовательской журналистикой, не политик, но очень активный именно общественным действием. На первом принципе, как чаще всего бывает. Вот этот список, значит, он именно составлен по ответам людей, и этот метод называется репутационный. Он показывает репутацию каждого из людей, которых называют, не в зависимости от его занимаемого места в обществе и должности. Да, именно вот репутация. Второй уже измеряемый как бы аспект, это так называемый закрытый вопрос, когда людям уже дается список фамилий, и о каждом человеке просят сказать, вы к которому относитесь очень положительно, положительно, отрицательно или очень отрицательно, здесь оценивают каждого человека. Если тебе список из 20 человек, тебе может быть нравятся всем, может быть не нравятся всем, один нравится, другой не нравится, но ты говоришь о каждом. В отличие от первого способа ты называешь только тех, кто тебе нравится, а тут ты оцениваешь каждого. Тут вопрос возникает как составить этот второй список. Ну, кого включить, кого нет. И тут тоже есть два метода. Один вот этот репутационный, когда ты спрашиваешь у людей, чтобы они назвали фамилии, и тех, кого назвал, допустим, хотя бы один процент опросов, ты о каждом из них потом спрашиваешь. Там даже лучше может оцениваться не обязательно тот, кого назвали в первом списке. Чаще всего так редко будет, но бывает. или там второй, третий. Просто у него может быть, у нее или у него могут быть такие даже фанатичные фанаты, люди, которые его поддерживают, ну, скажем, 30 процентов. Но 70 человек может не нравиться. Они его просто не называют в первом случае, он там высоко по сравнению с другими, которых, может быть, не так часто называют как самыми любимыми, но большинство относятся к ним неплохо, скажем так, тепло. Поэтому там вот места могут быть другие. Это один способ. Второй способ, так называемый, позиционный, когда уже фамилии, мы спрашиваем людей, которые занимают какие-то должности. Это могут быть руководители страны, министры, лидеры партии. Тут уже по должностям. Поэтому и тот, и тот допустим. Но такое отражение популярности в обществе и репутации, оно более важно этот вот первый список, когда люди сами называются. И тут уже что сказали, то сказали. Спасибо большое. Уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали о тех исследованиях общественного мнения, которые проводятся Международным Республиканским Институтом. Может быть, даже если вы не слышали про этот институт, вы точно слышали про то, что каждый год у президента рейтинг такой, столько-то людей поддерживает его политику и все такое. Мы сегодня говорили о том, как эти исследования проводятся, сколько человек и насколько они отражают реальность. И для этого у нас в костях была Раса Алиша Ускене, аналитик социолог в организации в области общественного мнения и маркетинговых исследований Baltic Service Club. Спасибо большое, Раса. Я ведущая опередицией «Пурхан». До следующих встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...